Не холодно, не жарко. В Крыму ответили на прекращение работы. Sky Scanner. Туризм не холодно, не жарко. В Крыму ответили на прекращение работы. Sky Scanner. 10.52 РИА Новости. Алексей Мальгавка, отдыхающая в Севастополе. РИА Новости. Алексей Мальгавка, отдыхающая в Севастополе. Архивное фото Симферополь, 30 июня РИА Новости. Прекращение работы британской системы поиска авиабилетов. Sky Scanner. С Крымом не несет существенных рисков для региона, заявил председатель комитета Крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. Ранее издание «Коммерсант» сообщило, что одна из крупнейших в мире систем поиска авиабилетов. Sky Scanner. Прекратила продажу билетов в Крым. При этом в компании не смогли пояснить точную причину такого решения. Авиабилеты в аэропорт Симферополя перестали отображаться в поисковой системе с 28 июня. Корреспондент РИА Новости лично убедился в невозможности приобрести билет. При запросе авиамаршрута в сторону Симферополя поисковая система выдает «Извините, найдено ноль результатов». 28 июня. 8 часов. Селфи в грязи. Почему туристы едут в Крым на Чокракское озеро? Больших постоянных организованных групп иностранных туристов в Крыму нет, а внутренние туристы прекрасно знают, как добраться в Крым без помощи британской системы, поэтому существенных рисков от прекращения работы с крымским регионом нет. Это техническая неполадка с их стороны или реакция на санкции Крыму от этого не холодно, не жарко. Мы уже привыкли к подобным моментам и давно к этому адаптировались. Все знают, как ездить и как добираться в Крым, сказал Черняк РИА Новости. При этом, по его словам, иностранные туристы, приезжающие в Крым в частном порядке, уже давно пользуются услугами туркомпаний, которые помогают им в организации визита. Своим решением SkyScanner дает возможность другим поисковым системам занять нишу и, соответственно, лишить себя определенной суммы доходов, сказал Черняк. SkyScanner Система веб-поиска информации об авиарейсах по разнообразным критериям. Работает на 30 языках, в том числе русском. Штаб-квартира сервиса располагается в Эдинбурге, Великобритания.